итак начнем с нижнего новгорода сегодня туда приехали когда полицейские на двух машинах приехали они в квартиру к янгульбаеву сейди он бывший федеральный судья проживал проживает в нижнем новгороде является он отцом абу бакра янгулбаева который недавно был задержан в пятигорске как вы помните это работник комитета против пыток его забрали допросили затем отпустили было в общем много информации об этом было были интервью также его родственники янгулбаева были похищены причем их похитили там человек по моему 40 из его родственников было похищено кто из них был сразу отпущен и отпущены ли они все сразу этой информации я не обладаю в общем сегодня приехали для того чтобы забрать отвезти в чечню отца абу бакра сейди янгулбаева и мать абу бакра жену сейди янгулбаева у них на руках был была какая-то то ли повестка то ли привод от следователя то ли следственного комитета то ли мвд я не совсем понял в общем сейди естественно отказывался с ними ехать и как оказалось он правда он на этом видео говорит я федеральный судья из этого я подумал что он вообще действующий федеральный судья но как оказалось он бывший федеральный судья а за бывшими федеральными судьями как бы ну сохраняется сохраняются все их эти привилегии то есть они тоже они остаются до конца своей жизни неприкосновенными и по сути они даже после того как они перестают исполнять свои обязанности они все равно как бы остаются в этом сообществе судей россии поэтому в принципе то что он сказал что он является федеральным судей это но отчасти это наверное правильно хотя если бы он сказал что он бывший конечно было бы более понятнее но здесь понятно что человек экстремальной ситуации как бы говорит в общем вопросов нет я изначально просто в телеграме давал информацию я я из его слов понял как будто бы он действующий и написал что действующий затем эту информацию исправил он не действующий он бывший федеральный судья и он является неприкосновенным соответственно в его отношении не могут не может проводиться никакая оперативно-вызыскная деятельность кроме как там есть определенная процедура должно быть какое-то согласование там с какими-то с какой-то палатой судей в общем-то целая история в кадыровских структурах то ли не знали что он бывший федеральный судья то ли знали но не знали что бывший тоже является неприкосновением что нельзя в отношении него просто так выписывать какие-то повестки приводы в общем тут они облажались забрать среди отвезти его по этому документу они не смогли это кстати он признает там на видео есть момент как он говорит типа да окей к вашему отношению вас мы не можем значит исполнить этот это указание но жена саиди она не является лицом неприкосновенным и и и значит мы доставим что они собственно и сделали в итоге они очень долго вели эти переговоры туда приехали адвокаты сотрудники комитета против пыток велись как переговоры саиди естественно отказывался подчиняться и всячески препятствовал тому чтобы они забрали его жену и в общем в какой-то момент они врываются в квартиру воспользовавшись тем что одна из видимо то ли адвоката или кто-то который находится в квартире хочет выйти и вот этот момент открывания дверь двери они воспользовались они врываются в квартиру и в общем силой забирают жену среди нглбаева это все сопровождается с применением силы в отношении сотрудников комитета против пыток отношения адвоката в отношении самого саиди и его супруги его детей и разумеется это все сопровождается таким отборным кадыровским матом по всей видимости кто-то из членов семьи нглбаевых сумели запечатлеть этот момент давайте посмотрим сами в момент врывания кадыровцев квартиру и нглбаевых а Врываются! Они сюда врываются. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Похищения женщин, нападок на женщин они были. Вон Ислам Кадыров у нас вообще пытал женщин под объективы видеокамер. Но не было такого, чтобы за родственника ответственность возлагали на женщин. Причем не только прямых родственниц, любых, даже родственниц со стороны жены. Вы на моем примере это видели, когда была похищена мать моей жены и сестра моей жены. Поэтому сейчас все, вы больше не в безопасности. Причем для этого не вы должны быть хорошими. Не вы должны что-то совершить, чтобы теперь на вас нападали, чтобы вы стали преследуемы. Теперь кто-то из ваших родственников, и даже не ваших родственников, а каких-то вообще людей, косвенно имеющих к вам отношения, как, например, ваша родственница выйдет замуж за кого-то, и этот кто-то, у него будут какие-то проблемы с кадыровским режимом, теперь за это страдать будете вы. Вот такая вот выбрана тактика и стратегия этим кадыровским преступным режимом. Поэтому это теперь нужно как бы осознать, это нужно принять, и в соответствии с этим нужно действовать. Теперь, когда что-то происходит, если у вашего родственника какая-то беда коснулась, значит теперь она, к сожалению, коснулась и вас. И теперь те меры, которые должен предпринимать этот человек для своей безопасности, теперь, к сожалению, вы тоже должны предпринимать такие же меры безопасности. Теперь, если выезжает он, если он вынужден покинуть Россию, то, к сожалению, теперь и вы тоже вынуждены покидать Россию. Очень, конечно, печально то, что нужно этого сейчас проговаривать, что нужно это осознавать, но, увы, такова реальность. Мы с вами перешли к этому этапу, и в данный момент мы с вами живем вот в это самое время, когда борьба ведется с нашими женщинами, и она ведется абсолютно без всякого стыда. Эти люди не стыдятся того, что они ведут в Турцию, и смело как-то разобраться со своими оппонентами они не могут. Приезжая сюда, ну, они терпят фиаско. Бывает, что они здесь, конечно, добиваются успеха. Мы знаем, что они не совершили здесь убийства несколько на территории Европы, но и несколько провалов у них тоже было. Два человека сейчас сидят в тюрьмах Швеции и Германии, то есть провалы тоже есть. Решать вопросы с нами не получается, поэтому они теперь решают их с теми, с кем решать легко, с кем бороться легко. Как говорят у чеченцев, кто побоялся подраться с лошадью, подрался с седлом. Вот они сейчас дерутся с седлами. С женщинами бороться легко, женщины никуда у нас до сих пор не уезжали, не убегали, они чувствовали себя в безопасности, поэтому сейчас они всю свою мощь обрушивают на вас, дорогие наши женщины. Я желаю крепости нашим женщинам и вообще в целом всем нашим родственникам и всему нашему народу. У нас очень тяжелая ситуация, да, мы сейчас, весь наш народ в целом находится в заложниках. От того, что кто-то сидит в подвале кадыровском, а кто-то находится в республике у себя дома, у кого-то забрали паспорт, а кто-то даже с паспортом, все равно все эти люди находятся в заложниках в той или иной степени. Кто-то, конечно, у кого-то ситуация тяжелее, тот, кто в подвале, у него ситуация тяжелее. У жены Саидигин-Булбаева сейчас ситуация гораздо, конечно, тяжелее, чем у того, кто живет дома. Но все они являются сегодня заложниками в той или иной степени. Поэтому да, у нас сейчас очень тяжелый период. И мы просим Аллаха, чтобы он даровал нам, чтобы он укрепил нас, даровал нам терпение и силы. Саа Санатил, Барак Аллаху Фейх. Саа Санатил, Барак Аллаху Фейх. Саа Санатил, Барак Аллаху Фейх. Продолжение следует...